Все жители Азербайджана встретили новость об освобождении Шуши с особой радостью, особенно те, чьи родственники являются уроженцами этого города. В их числе и мой коллега Эмин Ахмедов, он сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Эмин. Ну поделитесь, какие чувства вы испытали, услышав эту радостную новость? Здравствуйте, Эмин. Знаете, очень был счастлив мне описать даже словами эти эмоции. Я даже прослезился, большую гордость испытываю, мы сейчас все испытываем гордость, и мы освобождаем оккупированные территории, мы гордимся нашей армией отважной, мы гордимся нашим верховным главнокомандующим господином Хамалиевым. Мои дедушка и бабушка с отцовской стороны, они родом из Шуши, и там прошли их долгие годы. И так очень символично получилось сегодня, что в эфире новостей, телеканал CBC на русском языке, я объявил эту новость об освобождении. И я очень гордился, и я уверен в том, что хоть их сейчас нет рядом, но несмотря на это, они мною гордятся так же, как и я ими горжусь. То есть, знаете, когда в преддверии этих событий, в начале 90-х, они жили в Баку, но при первой же возможности приезжали и посещали свой родной город, приезжали туда с семьями, с моими родителями. И когда случились эти события, они очень сильно переживали. Бабушка всегда говорила, что она хочет приехать в свой родной город, поцеловать эту землю, вдохнуть этот чистый воздух, выпить этой кристальной чистой воды Шушинской. И, знаете, возможно, вот эти переживания, они очень сильно исказались на их здоровье, и это стало причиной того, что они очень рано ушли из жизни. Когда я был маленьким, бабушка и дедушка мне рассказывали много про этот город, сейчас мне про них рассказывают мой отец, дядя, тетя. Бабушка всегда говорила то, что там такой чистый воздух, он даже оздоровительный, лечебный, и люди с болезнями, со слабым здоровьем приезжали туда, и за весьма короткие сроки они исцелялись, они выздоравливали. Это кристально чистая вода, это природа, поляны, и там крепость, мечеть, там был источник Сабулагы, и они постоянно ездили туда, бабушка с дедушкой, со своими детьми, и на природе отдыхали семьями. И там очень много людей отдыхали именно всеми семьями. И также этот дедушка рассказывал про Харабельбюль, конечно же, это такой цветок, аналога которого нет в мире. И я очень счастлив сегодня, что у меня появилась возможность поехать и посетить этот город, родной город моих дедушек и бабушек. Знаете, может быть, сегодня, до этого дня дожили не все те, кто именно хотели бы вернуться туда, но, может быть, их мечта не исполнилась, но их мечту сейчас могут исполнить их дети, их внуки и посетить этот город. И они бы этому были очень рады. Спасибо, спасибо, Эмин. Мы очень рады, что ваша мечта уже скоро исполнится. Благодарим вас.